Продолжение следует... Что такое образ? Это память. Образ — это единица памяти. Да. Образ — это то, что в нас отпечатано. Это некий отпечаток. Оно так и называется. Мы с чем-то похожи, если получили впечатление. Что-то пропечатано. И то, насколько глубоко зависит от эмоциональных переживаний. А эмоциональные переживания у нас тоже есть из трёх видов. Это эмоциональные в списке. Ну, как на водной лагере. Эмоциональные волнения. Или эмоциональные потрясения. Вот потрясение, естественно, запоминается на всю жизнь. Волнение — оно, как бы так понимаете. И вот для этого нужно что-то потерять одному. Вы прочитали книгу, она Вам понравилась, Вы получили впечатление, чему-то она Вас научила. А вот через некоторое время Вы помните, что Вы читали, да? Что понравилось. Помните, что понравилось, да? А вот что там было. И Вы перечитываете, и опять как бы переживаете по новой причём. Потому что, ну, забыл. А вот эти волна, она выравнивается. Или как ямочка постепенно зарастает, выравнивается. Чтобы впечатление было постоянным, оно должно быть очень глубоким. Очень глубоким. То есть, опять же, на каком уровне? На уровне понимания? На уровне переживания? Или на уровне выживания? Там, где у нас есть стиль? Почему школьная программа запоминается плохо? Потому что она нам преподносится только на уровне понимания. Миллион раз детям дают считать одни и те же примеры. Мы их научили, там, пять плюс четыре, двадцать шесть, то минус тринадцать, и так далее, и так далее. Чего двадцать шесть? И чего нужно отнять? Какие тринадцать? Тринадцать чего? То есть, понимание, какое-то общее понимание есть, а вот переживания нет. Недавно видел такой пост в фейсбуке, насмешил меня. Ребенок написал, задачка в школе. Уже не помню, там же написано, какой класс. А задачка такая. На украинском языке там пишется все. Условия задачи. Значит, было сорок козаков. Вот это там поехали двадцать, вернулись дванадцать. И сколько осталось? Пишет. 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 Вид, по-зачьему роду, нам это любовь. Ха-ха-ха-ха. Ну, куда-то уехали. Куда они поехали? Чего они не вернулись? Все. Они жениться поехали за невестой. И кто-то там остался, женился, а кто-то не получил. Не сложилось. То есть какая-то причина должна быть. И вот если этого нет, все эти задачки, они ничему не учат. Вот они сюда вот пришли в зону оперативного внимания. Покрутились, покрутились. И пока мы их тут удерживаем, они живут. Вот. И чтобы оно ушло глубоко, нужно насытить это эмоциями. А эмоции – это уже живой полос. Потому что если нет эмоций, то это пустой. А если это еще не касается нашей жизнедеятельности, то мы не видим для себя практического предмета. И получается, предмет изучили, освоили, а применение нет. Опять же, вот, например, чтобы что-то состоялось, вообще какое-то событие состоялось в жизни, а вот необходимо вот эти элементы. Во-первых, должны быть силы это сделать. Вы же понимаете, да? Элементарная вещь. Нужно переправиться куда-то. Через реку, через дорогу. Не важно. Вот нужно переправиться, да? Вот нет сил переправиться – вы не сможете переправиться. А теперь так. Силы есть. А вот способностей нет. Но нет способностей. Он нет в ног руках, да? Не можем не переползти, не перекатиться, не перейти, не перелететь, не перекатывать. Нет способностей. Плавать не умеет человек, да? Что ж там? Если плавать не умеет. Опять же, да. Подходит. Он не получится. Хорошо. Есть силы, есть способности. А возможностей нет. Вот стоим, машины едут и не останавливаются, да? Или там пираньи кишат. Вот. Все. Возможности нет. И силы есть, и способности есть. А возможности нет. Тоже не переправимся. Есть силы, есть способности, есть возможности. Смысл. Смысл, да? Смысл, да? Смысл, да? Смысл, да? Смысл. Конечно. Настрой. Настроение. То есть настроения, если нет, вот это дело, то у вас даже будут силы, будут способности, будут думать, а настроение не стоит у вас. Вот. Ну не хочу я делать любовь. Ну не могу. Нет настроения никакого. Или есть настрой, но только не могу. И последний, пятый, очень важный элемент – это жизненная необходимость. Вот не просто смысл, а жизненная необходимость. Ну, то есть силы есть, способности есть, возможности есть, настрои есть. Перебрались – тьфу, зачем? Да. А это всё можно… Это единицы чего? Силы, способности, возможности, настроения? Элементы. Элементы. Совершения и действия. Ага. С другой стороны, то есть принципиальные вещи, они работают как в одну сторону, так и в другую. То есть, если есть жизненная необходимость, заметьте, у вас обязательно появится настрой. Обязательно. Появится настрой – вы изыщете возможности, даже если их нет. Будут у вас… нет у вас способностей – вы их разобьете. Ага. Настрой будет походным. И обязательно появится сила. Ну, как говорили, да? Как учили старые казаки молодые пожертвы. Будет воров – будет сила. Точно. Да. То есть, плясать от жизненной необходимости. Ну да. И вот это, собственно, и есть достоверность. Реальная достоверность. Потому что, если отсутствует жизненная необходимость, то мы как бы играем с допустимостью. А допустимое тут – это вот… Какого можно было допускать? Ой, да. Вот, например, частые явления… Знаешь, я так подумал. Вы знаете, чего хочу? Я хочу. Вот я думаю. Это же, знаете, ну, реально такой вот классный подход. Знаете, почему? В случае чего можно сказать, а я же хотел вот… Или, а я же думал… А я теперь говорила. Да тут без разницы, что говорила. Я же думал, а я думал вот так. Или, а я хотела вот так. То есть, это говорит об иллюзии человека. Конечно. Дело не в том, чего вы хотите, а в том, что вы можете. И ваше могущество, оно зависит не от того, чего вы хотите, а от того, что вы знаете. А то, что вы знаете, зависит от того, что вы видите. А вот что вы видите? Вы видите иллюзию или реальность? То есть, воображение – это всегда иллюзия, но эта иллюзия может быть максимально придвиженной. То есть, воображение – это мир искусственный. Но, тем не менее, именно там создаются проекты, там создаются модели. Вот, например, я лично с Теслой, конечно, не был знаком. Ну, вот я смотрел фильмы о нем, и там говорится о том, что Никола Тесла, он не рисовал чертежей, он все модели создавал и прорабатывал их в голове. Ну, вот такое у человека было мышление максимально. То есть, у него все, что было в его воображении – это было отражением реальной действительности. И если он какую-то формулу знает, то он не просто знает, что есть такая формула и как она должна работать, а он знает, что за этой формулой распеет, он чувствует эту формулу. Как композитор, который пишет музыку, он что он взял, там, за кожучки нарисовал… И слышит их внутри. И он слышит симфонии. А тот, кто… А для одного инструмента, а для оркестра? Конечно, конечно. Конечно, конечно. А человек, который, ну, допустим, изучил, что такое доре, мифа, соль и си, да, ему рассказали, что это такое. Ну, даже показали, как оно звучит, там, на гитаре или, там, на клавишах. Но он не может это собрать, услышать. За этим не стоит музыка. Это просто знаки. Ну, как три плюс пять равно восемь. Шо три, шо пять, шо пять. Вот сакральная математика немножко так шире уйду. Например, предполагают, ну, прежде всего, познание геометрии. Потому что геометрия – это наука пространства и формы, и их самоотношения. Вот. А дальше… И вот, собственно, мы так с миром не знакомимся. Мы ознакомимся, что такое точка, линия, там, точка пересечения, плоскость, объем. То есть мы это познаем в любом случае, просто никак не называем. А если изначально ребенку на это указывать, он будет жить в мире геометрии, в мире плоскостей, линий, объемов. Понимаете? И он будет видеть пространство. Потому что точка – это пространство, линия – это пространство для точек, плоскость – это пространство для линий, а объем – это пространство для плоскостей. И он может с этим реально взаимодействовать, если будет знать, как это назвать. Но это ему никак не называют. Вот пичкают формулу. Пр квадрат и так далее. Угол АВС, напротив, там, как это, АВ или там СД. У меня, вот я вот только начинаю слушать условия, у меня уже крыша начинает. Это все абстракция получается, не привязанная к реальности никак. Да. И настолько сложное название. Или арифметика. Вот, например, все учили в школе, да, есть правила, это еще где-то там 1-2 класс, от перестановки, арифметика. И, я думаю, что если 5 и 3 перестают местами, ничего не изменится. Вы заставляете, как это важно знать для жизни. Ребята, а в реальности всё ведь не так, несмотря что такое пять и что-то пять. Там да, всё совсем не так. Понимаете? Потому что в одном случае мы будем складывать что-то однородное, а в другом случае разнородное. И вот это разнородное, например, влажное, да? Что мы будем куда наливать? Кислоту в воду или воду в кислоту? Есть разница? Есть. И итог будет совершенно различный. Или, например, простите, не за стольный пример, но он такой очень яркий и хорошо запоминающийся. Когда-то мне его так научили тоже по математике. Если взять два килограмма повидла и два килограмма говна и смешать, то получится четыре килограмма говна. А не представляй в сроке! А не представляй в сроке! Ну и ядовик. Вот. А, например, опять же, вот если взять умножение. Умножение – это увеличение чего-то. Ну, если, например, один станок за одно какое-то действие может произвести пять зеркал. Так? То четыре станка за то же самое время могут произвести пять умножить на четыре – двадцать зеркал. Это называется умножение произведения. Но если мы возьмем одно зеркало, трахнем его об землю, и оно разобьется на двадцать кусков, у нас тоже будет двадцать зеркал. Это называется умножение делений. Принципиальная разница вообще в этом. А умножение произведения, умножение и деление существует, Вообще? Ну, то есть, как в математическом теле умножение и деление? Вот, смотрите, вот, арианосец идет – это угроза. Это угроза. А потом, раз, и разделюсь, и вылетели из него там, как осиное гнездо, вылетели самолеты. Это еще страшнее. Это зачем? Понимаете? Вот вам умножение и деление. Произведение – это когда, например, какая-то клетка, материал накапливает, 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 вот там раз и отпочковало еще. Или, например, подсолнку. Солнечный свет, через листья бекислый газ, через корни минеральные всякие вещества, а вот там раз и созрели в нем эти семена. Огромное количество стран, там не одно будет. Бах! И еще у нас целая роща пошла. Киев и Билан.